приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы наши видео посвященные партенокарпическим огурцам арктика f1 вызвали живой отклик и много вопросов на большую часть по технологии выращивания гибрида южнокорейской компании нонхву био мы отвечали в течение двух последних лет ну а вопрос о выращивании арктики в открытом грунте оставался открытым до сегодняшнего дня я провела испытания посадив в этом 2020 году 17 июня рассаду огурцов арктики в открытый грунт рассада принялась и дружно пошла в рост в первое время плети жили на земле они расползались по земле я их не поднимала на сетку и не посынковала дала им полную свободу и скажу что наверное интуиция мне подсказала хорошо что не посынковала 7 июля мощный циклон принес проливной ливень и крупный град такой что резал все на своем пути ну и после града было просто изрезано все из были изрезаны все плети ну а после этого пошло похолодание в ночное время до плюс 13 градусов хотя огурцы в теплице все-таки земля прогревается днем и ночью они переживают вот это кратковременное похолодание вот это похолодание было очень длинным с 7 июля и по 18 июля ночью температура не поднималась выше плюс 16 хотя я укрывала огурчики на ночь агроволокном но все равно растениям огурцов было холодно тем более что они были изрезаны и измоченные листья и плети обработала им сразу же раствором из пекарских хлебопекарских дрожжей и сахара вот это немножко дало им сил и поддержку но порезов было очень много и даже потом уже мы подняли плети на сетку проводила подкормки обработки фитоспорином трихофитом гаупсином но вот очень тяжело было потому что были плети перерезанные оставались тоненькие такие в стеблях кусочки которые пропускали через себя в само растение развивались дальше растения но это было не то что у нас было в теплице в конце июля огурцы немного уже отошли от градобоя начали выдавать даже нам огурчики я посчитала 5 растений арктики вот которые прошли вот эти испытания градобоем нарастили нам все-таки ведро огурцов это не тот урожай который получили мои коллеги у которых не было града они выращивают арктику под деревом и укрывают в холодные ночи агроволокном сначала а сверху пленкой они делают такой вигванчик и накрывают просто дерево окутывают и вот они довольны своими огурцами в 2019 году они в конце сентября собирали последний урожай огурчика выращивая вот так огурцы и в этом году также устраивают вот такой шалаш когда холодно для огурцов написали мне также дачники киевской области что у них арктика не выдержала плюс 13 плюс 12 ночных и частые ливни тоже жаль что не получилось но вкус огурцов им очень понравился да и все отмечают что такие огурцы вкусные как когда-то в старые колхозные времена и выращивали дома вот этот вкус именно в арктике очень хороший но я точно уже могу ответить что арктика в 2020 году не выдержала мои испытания крупным градобоем и холодными ночами поэтому при нынешних климатических погодных условиях не больше больше не буду высаживать огурцы причем любые огурцы в открытом грунте потому что там у меня еще были огурцы посаженные самосев был они также были изрезаны измучены и результата естества не было но по-прежнему буду высаживать огурцы только в теплице пока есть время стройте любые укрытия для выращивания огурцов и других овощей в 2020 году будущее 2020 21 год прошу прощения в 2021 году потому что в 2021 год будет еще сложнее чем нынешний 20 он будет нам казаться 20 еще так знаете более менее хорошим а вот в теплицах парниках можно и до огурцов получить витаминную зелень ридий из лук а потом и огурцы в два оборота в оборота посадить как это делают многие дачники и мне рассказывают что они довольны именно вот таким способом выращивает рассадой а затем эту рассаду снова же высаживает вот у них два оборота и сейчас уже второй оборот тоже завершает выдавать хороший урожай самое главное что это очень хорошие огурцы и высокий урожай что ж мое дело посоветовать а каждый делает свой выбор мы же рейса горяченко александр волик желаем вам хороших урожаев и доброго крепкого здоровья до новых встреч в новых видео и и и и и и и